Сегодня свой 85-й день рождения отмечает один из известных общественных деятелей республики Александр Петров. Человек эпохи Александр Петрович испытал многое. Детство его пришлось на военные годы, юность на период восстановления народного хозяйства и индустриальное развитие. В 19 лет он стал первым секретарем райкома в ЛКСМ и прошел путь до поста первого лица республики. В свои 85 лет Александр Петров подтянут, аккуратен и приветлив. Нашу съемочную группу он встретил еще у подъезда. Александр Петров вырос в бедной крестьянской семье. Был самым младшим. Не понаслышке знает, что такое голод и холод. В один день очень морозно было. Я из деревни в школу пошел один. Я почувствовал, что-то так больно стало рукам и лицо. Думаю, все. И ноги плохо почувствовали. Думаю, замерзаю я. Так больно стало сильно. Я заплакал и бегу сам. И прибежал домой. Быстренько поднялся. Все-таки домой сумел зайти в избу. А мать увидела, что я обмороженный. Две недели я пролежал дома. Пухший такой. Читать Александр любил всегда. Книги, газеты и журналы. Все, что попадалось под руку. Благо, что такая возможность у него была. После окончания средней школы он начал работать сельским почтальоном в родном Маргаушском районе. И однажды решился написать заметку в районную газету. Заметку напечатали. Это вдохновило, видимо. Как-то вот я понял. Начал наблюдать, следить. Какие работы проводятся массового характера. Какие мероприятия в деревне, собрания, встречи. И об этом я начал информировать районную газету. И частенько публиковали. И потом смотрю, даже никогда не думал и не знал об этом. Гонорары начали присылать. Там рубль всем-то, значит, деньги-то такие, тогда небольшие были. Или побольше. И вот пока в семилетке учился, я уже детекторный радиоприемник купил. В 1956 году активного юношу взяли на работу в обком в ЛКСМ. Как раз началось освоение целины. Формировались ударные отряды и бригады. Александр Петров в качестве начальника эшелона ездил и на уборку урожая в Северный Казахстан. Перед самым распадом СССР в 1988 году Александра Петрова избрали первым секретарем Чувашского обкома КПСС. Человек в какой-то мере я вообще прямой. Верять никогда не допускал. Если что, я называл вещи своими именами. Но никогда, так сказать, не подводил. Не подсиживал людей. Жизни никогда не было. А старался всегда, так сказать, оправдать оказанное доверие. Работать так, как надо, но в смысле, как требуется. После приостановления деятельности КПСС в России, председатель контрольно-ревизионной комиссии областной парты организации Петров стал безработным. Принять его на работу не решались даже бывшие соратники. Но бездельничать Александр Петрович не мог. И вот после долгих исканий ему удалось устроиться Центральный государственный архив Чувашии. За новое дело он взялся с необычайной жаждой и присущей ему энергичностью. За 9 лет работы в архиве подготовил и издал 3 объемные книги. После выхода на пенсию в 67 лет Александр Петров взялся за главную книгу в своей жизни. Книгу воспоминаний на стыке двух эпох. Прошлые страны, республики, общество. Глазами очевидца будет интересно всем, кто с уважением относится к нашей истории.